Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – дробно-рациональные уравнения. И я хочу свой урок начать со слов писателя Льва Николаевича Толстого. Он говорил, большинство жизненных задач решается как алгебраические уравнения, приведением их к самому простому виду. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим, что же такое рациональное уравнение, дадим ему определение, рассмотрим различные способы решения этого уравнения. В ходе решения дробно-рациональных уравнений рассмотрим, как решаются квадратные уравнения и вспомним, что же такое область допустимых значений переменной. Итак, начнем. Все рациональные уравнения делятся на целые рациональные уравнения и дробные рациональные уравнения. С целыми рациональными уравнениями вы уже встречались на своих уроках. Так что же такое дробно-рациональные уравнения и чем они отличаются от другого вида? Если вы посмотрите на дробно-рациональные уравнения, в записи в знаменателе присутствует буква, а значит переменная. А чтобы решить данное уравнение, нам нужно будет искать область допустимых значений переменной. Итак, даем определение. Что же такое дробно-рациональное уравнение? Дробно-рациональное уравнение – это уравнение, обе части которого являются рациональными выражениями, причем хотя бы одно из них – дробное выражение. Существуют различные способы решения дробно-рациональных уравнений. Вот один из них. Найти общий знаменатель дробей входящих в уравнение. Умножить обе части уравнения на общий знаменатель. Решить уже получившееся целое уравнение. Исключить из его корней те, которые будут обращать наш знаменатель 0. Рассмотрим этот алгоритм или этот способ решения на первом примере. Итак, пример записан на доске. Давайте с вами посмотрим. Если мы сейчас с вами 4 в знаменателе первой дроби представим как 2 в квадрате, какую формулу мы с вами сможем применить? Правильно, ребята, это формула сокращенного умножения. Это разность квадратов двух чисел. А значит, первый знаменатель мы сможем расписать с вами как х-2 умножить на х плюс 2. В знаменателе второй и третьей дроби мы можем с вами х вынести за скобки. Тогда общим знаменателем для всех этих дробей будет х умножить на х минус 2 и на х плюс 2. Домножим и правую и левую часть нашего уравнения на общий знаменатель. Так мы получим с вами целое уравнение. Раскроем скобки. Не забудем, что при раскрытии скобок, если перед скобками стоит знак минус, все знаки в скобках меняются на противоположный. Перенесем все компоненты уравнения в одну часть и приравняем к нулю. Тем самым получим квадратное уравнение х квадрат минус 5х плюс 6 равно нулю. Скажите, а как называется это уравнение квадратное? Правильно, ребят, приведенное квадратное уравнение. А приведенное квадратное уравнение мы будем решать, используя теорему Виета. Нетрудно посчитать, что дискриминант данного уравнения больше нуля. Тогда мы с вами сможем найти корни этого уравнения, используя теорему Виета. Вспомним ее. Сумма корней квадратного уравнения приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение – свободному члену. Итак, мы нашли корни уравнения. x первое равно 3, x второе равно 2. Осталось только проверить, не обращают ли наши корни, получившиеся, знаменатель в 0. Подставим x, равное 3. Итак, подставляем в общий знаменатель. Получаем, что ни одна скобочка наша в 0 не обратилась, а значит, и общий знаменатель не обратился в 0, а значит, x, равное 3, является корнем исходного уравнения. Проверим двойку. Итак, подставляя в одну из скобок цифру 2, я получу, что наша скобка обращается в 0, а значит, и произведение обращается в 0. О чем это говорит? Это говорит о том, что x, равное 2, не является корнем исходного уравнения, а значит, ответ 3. Рассмотрим еще один способ решения дробно-рационального уравнения. Для этого все выражения, содержащие в уравнении, перенесем в левую сторону от знака «равно» и преобразуем эту часть именно к виду p от x, деленное на q от x, равно 0. Третьим шагом решим уравнение числитель равен 0. А четвертым шагом проверим, не обращают ли корни получившегося нашего уравнения знаменатель в 0. Итак, и этот алгоритм рассмотрим на примере. По алгоритму мы должны с вами все компоненты перенести в одну часть. Что мы сделали? Затем привести к общему знаменателю. Общий знаменатель x² плюс 2. Раскроем скобки. Получим выражение 2x² плюс 4 минус x минус 4, деленное на x² плюс 2, равняется 0. Итак, приведем подобные в числители. Получили 2x² минус x, разделить на x² плюс 2, равняется 0. Числитель равен 0. Тогда мы с вами что можем сделать? Вынести x за скобки. Из условия равенства произведения 0 найдем корни. x равен 0 и x равен 0,5. А знаменатель не равен 0. Тогда у нас получается запись x² плюс 2 не равно 0. Итак, осталось проверить, не обращают ли корни, которые мы получили, 0 и 0,5, наш знаменатель в 0. Подставляя 0 и 0,5, мы понимаем, что знаменатель не равен 0. А значит, получившиеся корни 0 и 0,5 являются корнями исходного уравнения. Итак, а еще решать дробно-рациональное уравнение можно, применяя основное свойство пропорции, которое мы изучаем еще в шестом классе с вами. Давайте его вспомним. Что оно говорит? Я думаю, ребята, что вы его сейчас каждый вспомнили и правильно произнесли. Произведение крайних членов равно произведению средних членов, с учетом того, что знаменатели дробей никогда не будут обращаться в 0. Тогда посмотрим и этот способ решения на отдельном примере. Итак, мы с вами сказали, что произведение крайних членов равно произведению средних членов. А значит, 3х минус 7 умножить на х плюс 2 равняется х плюс 5 умножить на х минус 3. При условии, что х плюс 5 не равно 0, отсюда х не равен минус 5. Х плюс 2 не равняется 0, отсюда х не равен минус 2. Раскроем скобки, приведем подобные и получим с вами обычное, привычное нам квадратное уравнение. Это квадратное уравнение решим с вами по дискриминанту. Давайте вспомним. Дискриминант равен b в квадрате минус 4ac. Отсюда наш дискриминант равен единицы. Найдем корни квадратного уравнения. Так как дискриминант больше 0, значит, у нас в уравнении будет два различных корня. х первое – это минус b плюс корень из дискриминанта на 2а, а это х первое равняется 1. х второе – минус b минус корень из дискриминанта на 2а, а значит, х второе равняется 0,5. Получившиеся корни 1 и 0,5, они не совпадают с нулями знаменателя, а значит, являются корнями нашего исходного уравнения. А теперь я предлагаю вам распознать уравнение. Давайте попробуем сами. Ну что, проверим? Итак, первое уравнение – дробно-рациональное уравнение. Ребят, а почему оно дробно-рациональное? Правильно, потому что в записи знаменателя есть переменная. Второе уравнение, соответственно, целое рациональное уравнение. Третье – дробно-рациональное уравнение, потому что там есть буква в знаменателе или переменная, как мы говорим. И четвертое – целое рациональное уравнение. Подведем итог. Сегодня мы с вами рассмотрели дробно-рациональные уравнения. Отличие дробно-рациональных уравнений от других видов уравнений состоит в том, что в знаменателе всегда присутствует переменная. Для решения дробно-рациональных уравнений нам надо будет с вами всегда находить область допустимых значений. И существуют различные способы решения дробно-рациональных уравнений, которые мы с вами сегодня на уроке и рассмотрели. На следующем уроке нам предстоит посмотреть применение дробно-рациональных уравнений при решении текстовых задач, с которыми вы встретитесь на экзамене ОГЭ в девятом классе. А это задание 22. Спасибо, ребята, за урок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok